Хочешь испытать свою удачу? Тогда заходи на сайт ватшоп. Тут можно выиграть голду и премиум танки. Каждый день можно поучаствовать в бесплатном розыгрыше танков. Заходи и играй на ватшоп.нет Всем привет, дорогие друзья! С вами Маракаси. Сегодня я хотел бы показать вам отличный бой на танке М41 Волкер Бульдог на карте Прохоровка. Бульдог, конечно, до сих пор нагибает и тут спору нету. Это один из лучших легких танков на седьмом уровне. И всегда интересно посмотреть, как же у него получилось затащить очередной бой. В общем-то, вначале игрок встает на позицию на стандартную для того, чтобы пострелить по врагам. Вот получается немножечко пострелять по Т-37. Наверное, кто-то скажет, что как-то неестественно ведет прицел себя в этом моменте. Ну, я не могу, в общем-то, гарантировать вам, что тут нету каких-то запрещенных модификаций. Но мне кажется, что все-таки ничего нет. Это всего лишь автоприцел. Иначе я бы не стал бы ставить этот мод. Хотя кое-какие, конечно, сомнения были. Но я надеюсь, клиент игрока чист. И далее наш герой, в общем-то, продолжает ждать удачного момента, где можно будет использовать свою скорость и барабан. Многие почему-то думают, что раз у легкого танка есть такая великолепная скорость, то нужно обязательно нестись куда-то вперед и сливаться. На самом деле это не так. Да, есть, конечно, разные легкие танки, но при такой огневой мощи, как у Бульдога, гораздо эффективнее, по крайней мере, в топе вот так вот встать и пострелять по врагам. Ну, а в некоторых случаях можно пойти и попробовать по-быстрому раздать урон с этого барабана. И после этого ретир. В общем-то, так игрок и решает поступить. Нападает он на Т-29, пытается его забрать. Повезло, что этот Т-29 не очень расторопный, не успел он выстрелить. И за нашим героем идет преследование Е-25, пытается по нему попасть. Но игрок, в общем-то, за счет своей подвижности уходит понемножечку от погони. И, хоть и потерял он тут три раза ХП, что не очень-то и хорошо, но ничего не поделаешь. Вот такой вот рискованный ход, он, как правило, в нашей игре наказывается. Но, тем не менее, удалось уничтожить Т-29. Хоть это и не топовый танк, но тоже неплохо. Далее наш герой замечает, что Е-25 напал на КВ-4. Ну и, конечно же, сейчас ПТ-шка вражеская сильно подставляется под Бульдога. И можно попробовать ее с барабана быстро устранить. Тут, конечно, не стоит, в общем-то, забывать про артиллерию. Еще и другие противники. Есть вот попал Тигр Королевский откуда-то издалека по нашему герою. Он нанес не такой уж большой урон, но ХП все-таки в ЛТ-шке немного. И сейчас, в общем-то, уже игрок, можно сказать, шотный для многих танков в этом бою. Ну, для Борща уж точно. Да и арта, если попадет, что тоже, вероятно, будет, в общем-то, очень больно. И посмотрите, довольно-таки быстро, в общем-то, ситуация в этом бою изменилась. И не в пользу нашего героя, его команды, вернее. И сейчас нужно как-то тащить этот бой. Высовывается мудс, удается его снять. Также едет сюда Баффентрагер в Ворсик. Игрок активно использует автоприцел. Ну, автоприцел, по-моему, вполне нормально работает у него. То есть, кто пользуется часто автоприцелом, примерно такая механика у него и есть. Ну, тут сложно промазать по такой медленной картонной цели и не пробить ее как-то. Повезло, что Бульдог, в общем-то, сейчас не помер от такого выстрела Борща. То есть, он промазал, хотя совсем рядом снаряд был. И вот так вот, интересный игрок смог добрать Борща тараном. Вполне это было круто, но совсем немного еще бы и этот таран мог закончиться для нашего героя фатально. Но, к счастью, он выжил. Далее наш герой понимает, что нужно тут сбивать захват. По дороге получается удачно уничтожить артиллерию. Снова наш Бульдог засвечивается, начинает он маневрировать. Как вы могли видеть, снаряды совсем рядом взорвались. И, к счастью, пока что противники не отличаются хорошей точностью. Ну и нужно попробовать разобрать этого захватчика. Как оказалось, это Супер Першинка. Ну и у него броня только во лбу. А вот у борта у него карма абсолютно картонная. И получается без проблем его ликвидировать. Тут, к счастью, вражеская арта, опять же, не отличилась точностью. Промазала она. Хотя по такой подвижной цели попасть весьма сложно. Но, тем не менее, в общем-то, вполне возможно. Пока что артамаж, к счастью, для нашей ЛТшки. Засвечивается КТ. И он, в общем-то, печаль и горе. Фуловый тяжелый танк. И как его сейчас разбирать, непонятно. Да, есть еще артиллерия В-304, которая не может, кстати, попасть. Но вряд ли она сможет нанести прямо большой существенный урон. КТшки. И наш герой решает, что пора бы наведаться к артиллерии вражеской. И попробовать ее отправить в ангар. Он предупредил артиллерию, что он едет в атаку. К счастью, помощь арты не потребовалась в данном моменте. Игрок сам все сделал. Конечно, барабан бульдога поражает, в общем-то, своей потенциальной, в общем-то, огневой мощью. И это, конечно, просто нереально круто. Даже в наше время, когда ним навал на любой вкус. Ну и бульдога решает прочесать тут лес. Возможно, арта где-то тут запряталась. Но это очень маленькая артиллерия, которую сложно действительно засветить М-44. И она может в любом кусте тут находиться, конечно. Бульдог отличный светляк. И нету никаких причин сомневаться в том, что он обнаружил бы ее тут, если бы она в лесу была. Но куда-то артиллерия погибалась. В неизвестном направлении уехала куда-то. И не удалось ее засветить. И при этом игрок сам лампочку не словил. Значит, арта поблизости, в общем-то, не была. Ну и приходится, в общем, снова рисковать. Как-то сбивать захват. Тут он длится очень долго в этом режиме. И понятно, что противники делают. Зачем они выдают свое местоположение с захватом. Явно захватить не смогут никак. Может быть, они только приманивают бульдога к себе. Но если бы они не светились лишний раз, то бульдог бы не знал бы, например, куда поехал этот КТ. И вполне играет на таком случае. И было бы сложнее с ним справиться. Ну и так сложно, конечно же. Фулловый тяжелый танк нужно разобрать. При этом у нашего героя отсутствует прочность. То есть одна ошибка малейшая. И он сольет катку. Чего, конечно, он не желает. Итак, до сих пор арты не видно. Бульдог уже тут все буквально обыскал. Не может найти арту. Нужно команду сыщиков нанимать Шерлока Холмса. Иначе никак не удастся найти эту чудную арту, которая, видимо, использует стелс-генератор. Ну и наш герой, в общем-то, в недоумении не понимает, где же арта. И что же теперь дальше делать? Как тащить эту катку? Но в любом случае пробовать затащить ее нужно. Так как уже много урона. И катка получается весьма эпичная. И нужно дотаскивать. Игрок ставит в кусты для подсветки. Засвечивается, наконец-таки, М44. А также Тигр. Тут наш герой, видимо, боялся засвета. Все-таки у КТ хороший обзор. Но, тем не менее, он упустил момент тут пострелять. Ну, вернее, он тут смог пострелять. Но, если бы он раньше начал стрелять, то нанес бы еще больше урона КТ-шки. Хорошо, что есть кумулятивные снаряды с довольно хорошим пробитием. И то в лоб с такого расстояния КТ пробить проблематично. И наш герой решает переключиться пока что на М44. А то она еще ФВ-шку уничтожит. Ну, и вот получилось арту уничтожить. Теперь осталось как-то разобрать тяж. Ну, к счастью, наш герой нанес ему довольно существенный дамаг. И, в принципе, шансов на победу еще остается. Хоть и времени чрезвычайно мало. Ну, и, конечно же, КТ теперь в полной боеготовности. То есть, он знает, где примерно находится Бульдог. И уже будет ждать атаки отсюда. А значит, будет стараться наверняка подставлять свой крепкий лоб. Да, его пробить, конечно же, сложнее. Ну, и вот он КТ. Едет он в атаку. К счастью, КТ не стал прятаться. Хоть за это ему спасибо, можно сказать. Потому что если бы он встал там где-нибудь опять на своей базе, то тогда бы его было бы чрезвычайно сложно ликвидировать. Ну, и вот КТ уничтожает артиллерию. Ну, и наш герой, в общем-то, пользовался по полной этим моментам. И все-таки забрал Харадевского Тигра. Ну, повезло, что противник подставил свой борт. Медаль Паскучи, медаль Редли Волтерса, защитник, основной калибр, воин, танки-снайпер и камикадзе. Даже игру получил. 6934 урона он нанес и 9 танков уничтожил. Ну, в общем-то, интересный бой получился. По-моему, просто смотреть одно удовольствие его было. По крайней мере, мне. И надеюсь, вам он тоже понравился. Не забывайте, друзья, ставьте лайки. Желаю вам удачи. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok